Друзья, всех приветствую на торговой сессии пятницы. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня мы традиционно следим за несколькими основными фундаментальными составляющими. Это за тем, как идет обсуждение вакцины Pfizer. Напоминаю то, что эйфория, которая появилась на рынке в этой неделе, постепенно сходит на нет, потому что к самому факту потенциального наличия вакцины от Pfizer есть вопросы. Насколько эта вакцина, это средство будет эффективно, насколько быстро удастся наладить массовое производство, как удастся решить вопросы с логистикой, потому что придется распространять вообще по всему миру. Сколько, опять же, доз будет создано на первом этапе? Какие регионы в приоритетном порядке получат эту вакцину? И вопрос относительно того, как часто после этого потребуется иммунизация. То есть будет ли эта вакцина эффективна с точки зрения того, что раз ее получив, человек получает, у него формируется иммунитет. Ответов на эти вопросы нету, но они, как вы понимаете, такого оптимистичного толка, потому что на них может быть конкретная дорожная карта в качестве ответа. То есть вакцина удастся распространить в тех масштабах, в которых необходимо, и в итоге она может оказаться эффективной. Но самое главное, друзья, прежде чем это произойдет, то есть даже если мы будем оставаться, ну, сверх оптимистами и считать, что это как раз та самая панацея, пройдет очень и очень много времени. По моим скромным подсчетам, на то, чтобы человечество смогло, пусть и с учетом вакцины от Pfizer, оказать какое-то достойное сопротивление пандемии, потребуется еще, ну, полгода как минимум. Учитывая то, что сейчас каждый днем ситуация с ковидом становится все хуже и хуже, в Штатах почти сейчас каждый день по 150 тысяч новых случаев заболевших. В Италии, в Германии, Испании, Франции картина такая же. В принципе, европейский континент испытывает точно такие же трудности. В Англии, вероятно, ситуация и обстановка еще хуже. Я ранее говорил то, что английская экономика, она несет самые страшные экономические потери, то есть влияние пандемии самое значительное. Это точно очень глубокая рецессия, и как быстро английская экономика сможет из нее выбраться, ну, это никому неизвестно. Раньше касательно ситуации с ковидом в Штатах. Я допускал то, что, скорее всего, власти могут принять решение о новых карантинных ограничениях. В Нью-Йорке, друзья, они фактически приняты с прошлого дня, и это только лишь начало, потому что ужесточение ограничений мер социального дистанцирования, это единственное, на что сейчас остается надеяться, потому что иных способов сдерживания распространения ковида нет. Если всю эту тему ковидную как бы закольцовать, объединить единым фоном, мы должны понимать то, что это проблема, это угроза, с которой лицом к лицу столкнулась мировая экономика. И сейчас пока пройдет время, достаточно много, прежде чем на рынке появится вакцина, эту проблему нужно решать. И вы уже должны автоматом уметь отвечать на этот вопрос, как эту проблему решать. Конечно же, друзья, деньгами. И много раз уже было сказано, какие сейчас потенциальные решения могут быть озвучены от властей США, от Конгресса США, на какую сумму, как это повлияет на динамику финансовых инструментов. Тоже вы должны знать, что при дополнительных поступлениях на рынок ликвидности индекс американского доллара будет испытывать давление. Задумайтесь, почему он не растет сейчас даже в таких условиях. Да потому что те трейдеры, крупные институционалы, которые сидят в этом активе, прекрасно понимают, какой триггер в любой момент может на рынке появиться. Самое главное, вам тоже нужно быть в верном направлении рынка. И когда это решение от Конгресса будет принято, вы, собственно, увидите, насколько динамично может быть ослабление курса американского доллара. Сегодня одним из наших давних партнеров, Глебом Задоем, мы для вас подготовим ролик о перспективу фондового рынка, в том числе и американской валюты. Разберем золото, ряд других инструментов, еще с темой как поствыборный. То есть после того, как выборы вроде бы как уже прошли, хотя с учетом последних вводных мы до сих пор не можем сказать, кто станет следующим президентом США. Больше шансов, безусловно, по-прежнему у Байдена. Но Трамп через обращение с юридическими разбирательствами в ряд штатов, Мичиган, Висконси, Аризона требует пересчета голосов, пересчет будет. И если в итоге окажется, что поддержка была больше у республиканцев, то, соответственно, голоса выборщиков автоматом отойдут Трампу и он получит вот эти необходимые 270 голосов. Хочется отметить то, что выборная система США устроена таким образом, что имя президент определяется не на всеобщем голосовании, а на коллегии. Голосование выборщиков на это голосование пройдет в середине декабря, друзья. И с учетом законодательной базы хочу отметить, что нет федеральных законов, которые должны были бы обязать выборщика отдать свой голос за того кандидата, который получил больше голосов в том штате, который представляет этот выборщик. То есть фактически даже те штаты, которые вроде бы как большинством проголосовали за Трампа либо Байдена, выборщики могут отдать предпочтение другому оппоненту. 14 декабря будет очень важный день, потому что это точно тот самый день, когда мы узнаем имя 46-го американского президента. Об этой теме мы продолжим говорить, но она не суть важна как бы для рынков, потому что все равно уже тоже много раз я комментировал эту ситуацию. Неважно, кто станет следующим президентом США, прежде всего они будут решать проблему с ковидом. Эта проблема требует много денег. Что касается поведения индекса американской валюты, индекс доллара 92-96, сейчас накануне вышла статистика по инфляции, по заявкам на пособие по безработице. В целом это тот фон, на котором доллар мог бы восстановиться, но он не сделал этого и совершил ошибку. Друзья, то есть даже статистика, которая могла бы его поддержать, сейчас не оказала должной помощи покупателям доллара. Поэтому те, кто ставит на снижение американской валюты, будьте спокойны, друзья. Индекс доллара как минимум останется на текущих значениях и постепенно будет развивать нисходящую динамику. По золоту то же самое, 1878, в принципе, уровень это как дежавю. Мы те же самые значения констатировали накануне. Рынок готовится к возобновлению того ралли, которое видели ранее. Это, соответственно, на рост золота и снижение американской валюты. СНП 3530 пунктов после того, как мы сделали цель по Dow Jones. Я переключил свое внимание на индекс широкого рынка. Сейчас жду коррекции, потому что прекрасно понимаю, что решение о новых мерах экономического стимулирования, оно будет принято, но не сейчас. Возможно, даже только под конец 2020 года. Поэтому коррекция вполне может развиться на фондовом рынке, но несущественно. Например, по СНП к отметке 3400 пунктов. Там я уже буду присматриваться к покупкам. Евро против доллара. Зажат сейчас главный валютный риск рядом с отметкой 1.18. Я думаю, то, что существенно ниже мы не пройдем. Вчера на форме Европейского Центрального банка Кристин Лагард ничего интересного не сказала. Я не жду решения от ЕЦБ по дополнительному стимулированию экономики до конца этого года, а продолжаю с евро работать с позиции ожидания слабости доллара. То есть европейская валюта – это ставка на движение выше отметки 1.19-1.1950. Фунт вот здесь вот как и ожидалось. Ситуация вокруг Брекзита, глубокая рецессия и ожидание новых мер экономической поддержки из-за того, что Англия несет сейчас самые значительные потери в плане экономического негатива из-за пандемии, все это спровоцировало в итоге те распродажи, которые должны были, по идее, начаться уже давно. За несколько дней британская валюта потеряла около 200 пунктов, сейчас котировки 1.3119. И я напоминаю вам про цели, в том числе и от Сити. Это ожидание снижения пары фунт-доллар к отметке 1.25, тем более, что в следующей неделе очень важна. В следующий четверг ЕС и Англия окончательно решат, есть ли у них конкретное торговое соглашение по тому, как будут развиваться торговые связи и сотрудничество этих регионов уже после того, как окончательно завершится процедура Брекзита. Я, как вы знаете, отношусь к сторонникам тех трейдеров, которые считают, что сделки не будет, то есть нас ожидает жесткий Брекзит. Уже ставлю на снижение британца довольно-таки давно и, в принципе, поддерживаю идею Сити, что британская валюта может оказаться на отметке 1.25. Статистика, разумеется, тоже против фунта. Вчера темпы экономического роста Англии и промышленное производство хуже прогнозов еще на доказательство того, что, скорее всего, Англия окажется в самой глубокой рецессии среди всех развитых регионов. И это также повышает вероятность того, что Англия уведет процентные ставки ниже нулевой отметки. Друзья, продать фунт еще не поздно. На этом, собственно, все. Хорошего вам закрытия недели и хороших выходных. Всем пока!